Я бы спряталась тут вся посуда, чтобы узнать, кто идёт и откуда. Забились бедняги в тени и словно не дышат совсем. Сегодня у Народного театра «Кукол Саквояж» особая аудитория, играть перед которой нужно вдохновлённо. Главная цель артистов – настроить своих маленьких зрителей на позитив и подарить веру в добро. Театр «Саквояж» уже не в первый раз в гостях у воспитанников Севастопольского реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями. В этот раз вниманию зрителей представили сказку Корнея Чуковского «Федорина Горе». Куклотерапия, вы знаете, она полезна не только вот таким специфическим детям. Мне кажется, в наше сложное время она сейчас нужна каждому ребёнку. Потому что куклотерапия корректирует эмоции детские, она адаптирует ребёнка во взрослую жизнь. Ну а в данном случае, в этом спектакле «Федорина Горе» мы рассказываем о предметах русского быта, сколько их всего, как их много, да, какое разнообразие этих предметов. Народный театр кукол «Саквояж» в следующем году отметит 25-летний юбилей. С момента создания он носит звание народное. Для того, чтобы освоить искусство кукловода, нужно приложить немало усилий. У каждой куклы свой характер. В театре их больше 80. Ой, уж не буду, уж не буду я посуду обижать. Буду, буду я посуду и любить, и уважать. Театральное кукольное представление – это не только весёлое проведение времени, но и эффективный метод реабилитации. Даже самый застенчивый ребёнок идёт на контакт с куклой, забывает о своих проблемах, начинает верить в себя. Все социокультурные мероприятия, которые проводятся у нас в центре, они все направлены на адаптацию наших маленьких клиентов, наших реабилитантов, на то, чтобы они чувствовали себя необделёнными. Им нравится. Спектакль был просто чудесный, конечно. Дети смотрели с удовольствием. Видно было, что и захватил и сюжет, и пытались участвовать. Яркие персонажи, профессиональная игра актёров привели детей в восторг и заставили искренне сопереживать главным героям представление. Этот сказочный праздник надолго останется в памяти у ребят. Марина Иванова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.